Богородица чистая, благословенная, Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже! Ведь не стыдно тебе-то, а? Или ты уже совесть потерял? Разреши вы саму душу рады, а я упокойный... Ну, смотри, насколько бесстыдно, насколько это нагло. Нагло-нагло. На каком основании пришел и читает тут? Пришел в панихину служить. Как будто в панихину служить, пришел. Да-да-да, расскажем. Как будто в панихину пришел служить. Я тебя спрашиваю, как будто в панихину. Если ты хочешь ее увезти, это не получится у тебя. А ты машину пригнал за мощами. Кто приехал на этой машине? Он приехал. Ну, так собирайся, да уезжай тогда. Так я сейчас помолюсь и уеду. Ты что, батюшка? Ты чего? Только могут до мощей касаться архиереи, но не священники. Им нет допуска. Послушайте, матушка, я спокойно с вами пообщался. Все вам объяснил. Да вы ничего не объясните. Мы сейчас с вами столько поговорили. А вы делаете совсем по-другому. Уже выкопали могилу ей в Краснощелке у храма. Оно все равно будет они добиваться. Но это дело уже ихное. Как они будут. Но надо, чтобы это было в законе устроено. Потому что не так-то просто все это унести и перенести. И какая цель-то? Ну, какую-то цель они преследуют? Что только там, что из-за этих хором, из-за этих этих, что и надо переносить эти мощи. Так люди сюда ездят с удовольствием. У нас вот там, они где жили, там 4 дома было. Это у нас святой край был. И вот мы даже там, мальчишки, их очень уважали. Даже ни яблоко у них не рвали, ни огурцы, ничего. Это святое было для нас. И оно осталось святое. Я никакого решения не принимал, прежде чем все не посоветуясь. Приеду, помолюсь, дорога или еду. Ночью. И решение приходило очень хорошее. И в жизни. И вот я всегда приезжал советоваться.